Всем привет! Сегодня в видео я хочу рассказать о подарках, конечно же, подарках парфюма на Новый год. Я понимаю, что, скорее всего, все люди, у которых есть ежедневник, хотя бы где-то в голове, уже давно этим и заботились и купили. А для тех, кто, как и я, очень любит запрыгнуть в последний вагон, для кого прокрастинация не просто слово, а очень важное событие в жизни, которое происходит регулярно, именно для нас сегодня я расскажу, как прийти быстро и безболезненно купить в подарок парфюм. Так, первое, с чего я хочу начать, то, что мне кажется подойдет практически всем, это Juliette Hessegan Not A Parfum. Почему же я думаю, что подойдет практически всем? А потому что здесь всего одна нота, амброксан, точнее молекула амброксана, которая при соприкосновении с кожей раскрывается на всех индивидуально. Да, я знаю случаи, когда люди говорят, что вообще ничего не чувствуют, или на ком-то они раскрываются так, как им не нравится, какая-то жженая пластмасса и так далее. Но мне кажется, что это, во-первых, не большинство людей, а во-вторых, мне кажется, ну это просто даже как аттракцион. Вот мне просто было интересно, как же они на мне раскроются. Дело в том, что я их первый раз потестила в бутике. Когда я их нанесла на себя, на улице был дождь, я вышла, добежала до машины, села в машину. И, боже мой, что это был за приятный аромат. Он ни на что не похож, ни на один аромат, который я знала, который у меня были. То есть, знаете, странно, что ты не можешь понять, то ли это цветы, то ли это фрукты, то ли это еще там что-то непонятное. Вообще, амброксан – это же химический элемент, который имитирует амбру. И саму амбру я никогда конкретно отдельно не тестила, поэтому я не знала, что это такое. Но в итоге как-то вот с какими-то ассоциациями на мне он раскрывается такой свежестью и в то же время мускусностью, какие-то еще специи там. И как-то он не плоско на мне лежит, постоянно меняется. Но это случилось не сразу. И сразу я расскажу историю. Когда я их уже заказала, они ко мне пришли, я их на себя нанесла, и я вообще ничего не почувствовала. Я стала уже думать, может быть, это какая-то подделка, как это вообще возможно. Но потом повторилась такая же история. В итоге был дождь, и я поняла, что вот этот парфюм на мне раскрывается, когда довольно высокая влажность. Потом я их начала использовать на спорт, на йогу, и в итоге везде я стала слышать их звучание. Я поняла, что они раскрываются на мне при определенных обстоятельствах. Но потом, потом я стала их чувствовать всегда на себе. Абсолютно. Независимо от того, какая погода, какая влажность, и занимаюсь ли я спортом, йогой или еще чем-то. Просто то ли как-то альфакторные способности раскрылись, то ли я к ним привыкла, то ли они как-то постояли и настоялись. Я не знаю. Но теперь я их чувствую всегда и везде. Еще большой плюс, мне очень нравится у них упаковка. У меня не сохранилась внешне. То есть они еще в такой картонной коробке и такой вот там футляр. Вот с такими отделениями для парфюма. Ну, ганджи все-таки, а не просто так. Так, второй у меня идет, это Royal Musco от Mikalov. От Mikalov. Вот такая красивая, такой красивый флакончик. У него такая красивая упаковка. Ну, конечно, я понимаю, что это все мусор, если сам парфюм не подойдет. Но вот почему я думаю, что это тоже может подойти, потому что у него аромат к дорогого крема для тела. В пирамиде есть ягоды, есть фрукты, малина, персик, роза, мускус, бензоин. Но, если честно, я не чувствую вообще какой-то один элемент. Я не могу его вообще разделить. Для меня это цельный парфюм. И для меня, я говорю, это дорогой крем для тела. Когда его на себя наносишь, ощущение, что вот ты только что вышла из душа, нанесла на себя этот крем. И вот ты целый день ходишь такая вот вкусная, свеженькая и только что после душа. Поэтому у меня есть ощущение, что он тоже может подойти большинству людей. Да, я даже не считаю, что он может подойти мужчинам или женщинам. Как я говорила, я очень в единичных случаях разделяю парфюм на мужской или женский. Вот этот хоть для кого. Так, пойдем дальше. Дальше я бы выделила вот этот парфюм. Это Филосикоз от Диптих. Вот такой он с другой стороны. У Диптиков всегда вот эта картинка разная. Так, почему же его? Я считаю, что можно дарить уверенно практически всем. Потому что он такой... Ну, я бы сказала, что он нейтральный. И сейчас я объясню. У него в составе есть фиговый лист, есть инжир, есть кокос. И все эти ингредиенты, они все натуральные. Поэтому... Поэтому... Поэтому, так как все ингредиенты натуральные, создается ощущение такого тропического сада. Но не в самой зной, не в жару, а где-то на закате. Когда ты идешь, гуляешь по тропикам... Просто в тропиках на самом деле довольно страшно гулять. Ну, это, допустим, такой сад очень безопасный. Потому что парфюм, он создает ощущение какого-то покоя. И вот, в общем, ты идешь по этому безопасному саду, где никто на тебя не нападет, не укусит, никакие мартышки у тебя ничего не отберут. Ты гуляешь. Вот случайно где-то наступил на фиговый листочек, он раздавился, и вот этот вот запах травяной, свежий. Где-то чувствуется аромат плодов инжира, где-то упал кокос, разбился, не об голову, нет, все нормально. Это сад, в котором они как бы только рядом с человеком падают. Вот парфюм, он как бы говорит, кокос никогда не упадет тебе на голову, только рядом. В общем, он падает, разбивается, и вот этот запах свежей мякоти кокоса. И ты идешь вот в этом каком-то благоговении, в каком-то спокойствии. Вот это закатное солнышко тебя согревает, но не жарит тебя, как черти на сковородке. Ты идешь, и все так хорошо, так прекрасно, такое блаженство. И вот этот парфюм, он просто создает это настроение. Я его люблю и летом, потому что он такую свежесть дает. Я его люблю и зимой, потому что он переносит в тропики. И когда вокруг сыро, холодно, когда у тебя вообще ты просыпаешься, ну, я в Питере, если что, просыпаешься утром, а ты как будто бы, утро как будто бы и не наступало вообще сегодня. И так целый день, и в 3 часа полчетвертого уже темнеет, а вроде бы и не светало по-человечески. Вот в этот момент вот это просто необходимо. Ну, я в других видео рассказывала еще про один такой парфюм. Посмотрите, я имею в виду здесь, там ссылку. Не буду здесь раскрывать интригу. Но вот этот вот парфюм, он тоже об этом. Он про тропический, приятный, блаженный вечер. Так, пойдем дальше. Дальше это как для примера. Jo Malone. Primrose, я надеюсь, я правильно читаю. Entry. Может, и неправильно. Тогда извините мне. Вот. Вообще, я считаю, Jo Malone, кроме парфюма Черный Гранат, который специфический, и вот он, может, точно не всем, прям единицы. Ну, даже можно там потестить и ошибиться самому. Вот. В основном у них парфюмы сидят очень близко к коже. В основном они довольно нейтральные, и их тоже смело можно дарить. И тем более у Jo Malone всегда очень красивые упаковки с бантиком, с пакетиком. Мне кажется, что это хороший подарок, и с ним тоже очень трудно промахнуться. Вот конкретно вот этот вот, он тоже немного напоминает какую-то отдушку для дорогого и вкусного крема для тела. Он более сладковатый, чем вот Royal Musco. Все-таки в Royal Musco, да, там есть мускус. Хоть я и не говорю, что я не чувствую какую-то одну ноту ведущую, но здесь он есть. Вот здесь мускус не чувствуется. Здесь чувствуется именно такая вот сладковатая, немного сладковатая, совсем непритерная, немного сладковатая кремовость. Вот, еще один парфюм есть сладкий. Я его даже не показываю, потому что у меня почти он в каждом видео, я даже не хочу, я уже как будто бы их рекламирую. Но скажу, это Zadik Voltaire, This is her. Там ведущая нота молочная. И вот, как мне кажется, он тоже может подойти тем, кто любит сладкие парфюмы. Если вы знаете, что человек сладкий на дух не переносит, то есть все равно надо какую-то информацию иметь об альфакторных предпочтениях человека. Поэтому с ним, конечно, можно рискнуть, только имея эту информацию. И последний парфюм, который я тоже бы отнесла, это Pirouette. Pirouette от Angel Schlosser. Скорее всего, да, это самый бюджетный из всех, вот что здесь сейчас я перечисляла, но при этом он не звучит бюджетно. Для меня это прям такая, ближе к нише. Почему? Я сейчас скажу. Во-первых, он не похож вообще абсолютно ни на один люксовый парфюм. Я вот уже где-то говорила, что для меня люксовые, они в какой-то мере, они все где-то одинаково звучат. Этот совершенно не такой. И у него такие весенние акварельные цветы у равновешенной кожаной ноты. Вот сделать такую, так сказать, такую перипетию в парфюмерии, это под силу не каждому парфюмеру. Люксы все-таки так, ну это немножко риск, да, вот это вот все смешать. Потому что, ну для меня это большой плюс в парфюме, когда вот такая нежность уравновешена чем-то таким дерзким. Для меня кожаная нота это прям дерзость. Вот. Поэтому для меня это большой плюс. Но я так думаю, что люксовые парфюмеры не рискуют, потому что либо ведь люди любят какие-то нежные парфюмы цветочные, либо уж кожаные. А вот когда это взяли так вот и создали такую перипетию, ты берешь акварельные цветы, которые в какой-то момент начинают звучать кожей, это необычно. Кстати, у меня нет от них флакона, не могу показать, но он такой довольно обычный. И у них в рекламе была девушка такая, она была в кожаной косухе и в балетной пачке пудрово-розового цвета. И вот это прямо точное попадание в образ этого парфюма. Это правда вот так вот и есть. Нежная девушка, такая балерина, воздушная, летящая, но с сюрпризом. Поэтому я бы могла рискнуть и подарить такой парфюм, потому что мне кажется, что благодаря этой уравновешенности он тоже может понравиться. Хотя я не знаю. Поэтому я его и поставила на последнее место, но все равно вам о нем рассказываю. Так, я не буду подводить итоги 20-го года. Я этого не люблю. Я лучше поговорю о 21-м. Я считаю, что этот год, он такой, знаете, год был, как будто бы мы вспахали поле его и засеяли. И поэтому мне кажется, что в последующие годы, вот начиная с 21-го, мы будем пожинать плоды того, что случилось в этом году. Я все-таки считаю, что это будут какие-то хорошие плоды. Ну, потому что все-таки в этом году мы очень много пережили, очень много страдали, пострадали и, мне кажется, очень выросли, хотели того или нет. Поэтому следующий год в любом случае он принесет какие-то результаты, у кого какие. И я верю, что эти результаты, они поменяют жизнь в лучшую сторону, как каждого отдельно, так и весь мир в целом. Поэтому желаю всем здоровья, желаю всем ну, чуть-чуть терпения, я желаю всем, да, чуть-чуть терпения, принятие и понимание, что все происходит именно так, как должно было быть, и все идет нам во благо, как бы ни казалось, с самого первого взгляда. Никто не хочет нас подставить, а мы все-таки идем к прогрессу. Я в это верю. Поэтому всех целую, всех обнимаю, всем пока. Пока.